Мои дороги, мои дороги, мои дороги славы Чего у собравшихся в зале не отнять, так это жизненного опыта. А выступают перед ними те, кто свой опыт только наживает. Юные инспекторы движения вместе с педагогами и экспертами дорожной безопасности навестили отдыхающих центроветеран. И дети, и взрослые пенсионеры на дороге должны быть более внимательны. Мы должны их оберегать, их лишний раз им напоминать. О правилах дорожных движений. Антонине Тютюгиной 69 лет. Она почти ровесница Альметьевска и прекрасно помнит, как дорожное движение только зарождалось. Успела она пожить и в сельской местности, и в городском массиве. Помнит, как одни из главных автомобильных улиц были пешеходными. Сейчас живет в тихом районе, недалеко от городского парка. У нас ближе к парку, поэтому там уже мы себя вольготно чувствуем. У нас парк больше, меньше такого транспорта. Но чуть поднимаемся на Ленина, здесь уже движение усиливается. И поэтому, как сказать, внимательность должна быть. И предупреждение быть внимательными на дорогах актуальны для всех возрастов и категории участников движения. С начала года в Альметьевске произошло 91 транспортное происшествие. В них погибло 13 человек и больше сотни пострадало. Также можно отметить отдельный детский дорожно-транспортный травматизм. С участием детей до 16 лет произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, где один ребенок, к сожалению, у нас погиб, эта девочка 15-летняя. И 24 у нас детей ранены. С точки зрения экспертов дорожной безопасности, дети и пенсионеры куда ближе, чем может показаться. У этих возрастных групп наблюдается дефицит внимания. Реакция уже не та, да и скорость. А у вторых, есть еще и проблемы со здоровьем. Играть подушку в футболке и полотенцем чистить бок. А хуя есть в кадре тоже. Насколько известно, люди пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья, наиболее уязвимые на дорогах. Поэтому сегодня мы еще раз им напомнили, как важно соблюдать правила дорожного движения. А чтобы пенсионеры почувствовали себя более защищенными, переходя дорогу в темноте, всем раздали фликеры. Добавили немного тепла и света. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.